Это чемпионат мира по футболу. Хотелось бы узнать про безопасность. Как она будет организована в эти дни? Будет исключительно организована, потому что мы имеем очень богатый опыт проведения массовых мероприятий, во всяком случае обеспечения безопасности массовых мероприятий. Я помню, с 1976 года я принимал участие в обеспечении безопасности практически всех крупных мероприятий, начиная с спартаки от народов СССР, чемпионатов мира по хоккею, чемпионат олимпийских игр в Москве, игры доброй воли, которые были проведены в качестве альтернативы Лос-Анджелесской Олимпиаде. Американцы не приехали на Московскую Олимпиаду, в Великобританию, немцы тоже не приехали. Но Московская Олимпиада осталась в истории как Олимпиада, одна из великих Олимпиад, несмотря на то, что там не присутствовали эти люди. Советский Союз бойкотировал на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. И что самое интересное, игры доброй воли профинансировали американские миллиардеры в Москве, несмотря на то, что, кстати, в Соединенных Штатах проводились Олимпийские игры. Кстати говоря, игры доброй воли тоже дали возможность получить очень хорошие результаты. Возвращаясь к безопасности, должен сказать, что в последнее время проведена очень мощная такая работа по санированию различного рода негативных явлений в нашей стране. А вот сегодня, конечно, буквально на днях уже и в Нижнем Новгороде был ликвидирован представитель террористической организации. Они сейчас расползаются по таким патриархальным городам, потому что они понимают Москва, Питер, Казань. Это уже, так сказать, места опасные, минные поля. Поэтому сейчас проводится очень серьезная санация. Мы прекрасно понимаем, что специальные службы получили очень, помимо традиционных форм работы по предотвращению чрезвычайных происшествий и террористических актов, получили очень мощный ресурс, связанный с новыми современными технологиями. Это тоже очень важный момент, который, в общем-то, нельзя сбрасывать со счетов. Мы понимаем, что и наши противники тоже используют эти вещи. Но, тем не менее, пока мы должны сказать, что за последнее время не было серьезных террористических актов, проявлений каких-то и так далее. Ну и к тому же мы прекрасно понимаем, что как только начинаются мероприятия, сразу в стране вводится определенный контрразведательный режим, который позволяет задействовать все имеющие силы для обеспечения полной безопасности. И, кстати говоря, безопасность связана не только с контртеррористической деятельностью, но и, в общем-то, безопасность, связанная с противодействием различного рода враждующим категориям болельщиков. Это тоже очень важный момент. Понимаете, да? Это может быть даже более такое, как обычно террористы стараются в этот период уши прижимать, потому что они понимают, когда вводится режим, то попасть под раздачу быстрее можно, чем в обычных спокойных условиях. Поэтому очень часто при введении режима многие организованные преступные группы, террористические организации, они как-то так стараются уйти в тень для того, чтобы их не зачистили вместе с потоком лиц, которых нужно было изолировать от общества в период массовых мероприятий. Так что все будет окей. Самое главное, чтобы нас не сняли еще с этого чемпионата. Понимаете, ведь в международных спортивных организациях много безумцев. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство Татаринформ.